друзья всем привет спасибо за поддержку за ваши комменты в общем плевал я на все видосы по этому трактору будут буду показывать весь процесс что делал как делал из чего делал и почему делал какие-то нестандартные решения так сказать лайфхаки небольшие в общем давайте приварим еще пару железяк к нему и я сегодня уже планирую на нем сделать первый выезд так что делайте ставки господа поедет сегодня он или не поедет продолжаю постройку трактор к сделал пол и педаль сцепления показать что она работает все это чистая механика тяга до педали сцепление выжато диск стоит на месте все это очень легко ход минимальнейший все это дело из педали тормоза обычной шестерочный педальный узел это педаль сцепления то чуть пополще педаль тормоза немножечко и разрезал раза раз 5 ее переваривал переделывал менял всякие всевозможные углы почему сейчас покажу сейчас я его за подниму сниму пол и покажу так снизу как удобно поднял не надо раком стоять снизу обычная проволока восьмерка приваренный болт не знаю сколько сантиметров восемь наверно примерно дальше пошел такой механизм здесь хотя приварен болт и несколько отверстий регулировочных так мужики все это дело обварил все это дело обварил вот остывает значит отрезал отрезал от педали молоток отрезал от педали три лишних длинная была в общем эти не понадобились оставил вот это отверстие на котором она работала и дополнительно еще ты все так вот смотреть просверлил как бы по направлению к лапке да это все ориентировочно примерно просверлил еще отверстие то есть сейчас вот на среднячке рукой спокойно выжимается не ногой рукой вот здесь ухода маловато в принципе можем может может работать то есть среднячок как бы плюс-минус здесь большой ход здесь вообще минимальный и самое среднее такое положение которое меня устраивает вот теперь осталось это все дело собрать сейчас я привариваю и все педаль становится несъемной для ломаться здесь ничего здесь нет ни подшипников ничего вот болт при хватаю с этой стороны сваркой с одной стороны чтобы он не выскакивал а здесь его обрезаю потому что вот линия идет это идет швиллер чтобы гайка не мешала снимать и ставить пол она здесь не нужно случае на необходимости просто болгарка сварки сварку срезаем и достаем болт и вот этот пятак отрезается и педаль снимается вот ну ломаться тут нечего как-то так вот так все все это дело выглядит здесь прихватил здесь обрезал здесь варим очень даже классно получилось все ставим так все установлено на месте за контролем зазорчик выставил то есть сцепление крутится подшипник стоит на месте вот забыл сказать что здесь варил тоже про ушины такие на уровне середины моста да то есть по оси полуосей для передней навески будет не будет она меня попросили в общем говорил не стал я их делать выше для того чтобы навеска все таки поднималась как можно выше под таким углом поставил на колеса все педаль выжимается даже от руки спокойно вилку не вижу видно не видно очень лёгенькая новой еще вообще легко крутится вертится теперь можно заняться рулевой продолжаем построечку сейчас делаем панель для того чтобы можно было закрепить рулевую эту штукенцию вот так она будет стоять внутри здесь высверлюсь где нужно и будет выходить вал дальше руль то есть она это вот штукенция будет спрятана вырезал под коробку все замечательно все чудесно с таким зазорчиком небольшим потому что вот здесь под этим болтом на крепление коробки под ним подложена шайба для натяжения цепи то есть в дальнейшем если цепь под растянется откручивается болт выкидывается шайба и снова закручивается цепь натягивается в дальнейшем если она опять прослабляет звено дно убираем ставим полузвенок ставим обратно шайбу и цепь на тянут натягивается все очень просто для этого здесь я оставил небольшой зазорчик сейчас здесь все это защиту красиво вот это здесь сделал надпил и за ну как мне надо в общем на два болта внизу крепится приварю сейчас уголок с этой стороны впрочем что я рассказываю сейчас все вот это вырежу что он очертил и посмотрим что получается и почему я буду убирать я думаю догадались да потому что все здесь слишком компактненько слишком все все рядышком находится вот при посадочке чтобы не биться в угол чашечкой потому что это пройденный этап скорее всего просто для комфорта делаю здесь скос так мужики обрезал все сейчас культурника все расстояние хватает при посадке в общем но это зашью чуть позже сейчас нужно просверлить вот здесь отверстие вот такой коронкой буду сверлить на 30 но она без направляющего такая коронка у меня есть других больше никаких вот ну чтобы точно просверлить возьму старую обойму с подшипника у нее как раз внутренней то что мне нужно тут я уже зачистил сейчас его выставляю прихватываю в двух местах зажимаю коронку в дрель и ровненько высверливаю там там где мне нужно колонку вот эту или стойку до рулевую будут разрезал здесь разрезал чуть ее подогнул как мне надо замерил расстояние здесь и выставил расстояние точно такой же с этой стороны то есть вал идет параллельно будет идти стенки вот поэтому все тут четко должен выйти ровно по центру этого отверстия все сейчас прихватываю кстати мужики лайфхак хороший кто не сделал себе управляемую розетку делаете очень удобно не нужно бегать до сварки лишний раз включил и все розетка стоит там вот такая штука очень удобно сварка выключилась все просверливаемся так мужики ну все замечательно красиво высверлил ровненько вот она шайбушечка ну я шумею ребят я шумею пороть косяка намерил конечно я просто же скачь ха 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 ой блин капец капец но нет безвыходных положений сейчас вот так вот снизу подставляю металла кусок так чтоб она выровнялась в заподлицу завариваю зашлифовываю размечаю чуть выше и высвеливаю заново и весь этот косяк скроется ну капец я намерил это вообще ужас ну чё видно что нибудь что это все покрасится сейчас горячего почему я пупырки не ставлю на низ сейчас вот смотрите и все сразу покрасилась поэтому перчатки всегда переворачиваю сейчас вот это вот придется зачищать мне пис постоянно пишут в комментариях нафига ты держишь перчатки наоборот да вот только вот из-за этого все детали начинаешь брать и все и начинают они краситься так отлично здесь прижимал куском вот эти металла вот даже даже не приварил вот точечку в одном месте дернул оторвалась поэтому здесь соплей нет что может не радовать провар стопроцентный вообще шикардос все сейчас опять размечаю чуть выше но надеюсь со второй попытки получится посмотрим блин вымазал так что получилось кстати да вот приваривал обойму я говорил не забыл обойма с подшипника внутрянка как раз 30 прям четко вот как есть четко 30 старая это даже треснута в двух местах приходил сейчас отрежу вот он пятачок этот который перекрытый был ошибся ровно на сантиметр надо было выставить от края четыре с половиной а я хочу то с дурей взял выставил три с половиной вот сантиметр как раз такие ошибки сейчас все четенько над колонка это стойка ровно по центру но сейчас это все дело с ним четко по центру теперь сейчас как-то надо ее закрепить не знаю струбциной не струбциной в общем руль накину сидение поставлю и выставить надо примерно вышину руля так чтобы более-менее было то есть тут я уже ее поставлю как мне нравится вот и все где лофта если туда не сказать никому и никто туда не заглянет что там заварка ты и не видно как то так как то так вот так вот бывает так мужики ну выставил стойку эту или как это называется уголками зажал с трех сторон но вот здесь вот 90 градусов нету так как она приподнято 90 это в самый самый низ атом карабас вот но зато вот здесь под 90 все это это на центр так выставлял сдвигал уголками поймал центр просверлился на четыре болта прикрутил короче самый оптимальный вариант получился это вал до конца поднять это у нас получается все замечательно посадка коленями достать это надо постараться до туда вот за руль взялся сил ну заставлял как для себя то есть спокойно свободно можно сидеть рулить можно даже со стороны облокотиться рулить вот такие дела да вообще шикардос да вот эта тема вообще удобняк вот здоровье в общем посмотрел я со всех сторон и понял что в этой стойке чего-то не хватает чего-то очень нужного и полезного так что давайте сейчас мы это дело исправим и сделаем примерно так я посчитал нужным поставить сюда подрулевые выключатели свет поворотник на рычаг дворников можно подключить освещение даже назад да и глушил очку даже вот так раз и заглушил в общем я думаю так намного симпатичнее нежели видеть вот этот жиденький вал вот такие дела как я это делал смотрите дальше ну а мы ставим двигатель накидываем ремни и пробуем даже педали с газа нет но мы уже пробуем двинуть его с места в общем смотрите до конца первым делом надо нам расширить можно было не высверливать но все в процессе постройки все дополнения изменения в процессе в общем смотрите но это подрулевой это кардан москвичевский кусочек нашел даже не отрезал ржавый он как раз по такому же диаметру как и вот эта вот часть то есть отлично подходит стыкуется и плюс прячет всю проводку проводку ни слова так что мужики вот такие вот дела все сейчас это дело вырезаю ставлю на место стойку все мужики вырезал приварил кусок кардана сварочку оккультурил зачистил везде зашлифовал собрал все на место подрулевые затянул родным же хомутом она прекрасно сюда села потому что она предназначена все-таки для этой стойки вот здесь закрутил болт знаете да на шестерках там снизу ставится такая пластмасс очкой сбоку специальное там крепление для болта вот здесь прикрутил даже если хомут отпустится там я не знаю или еще там что произойдет подрулевые не смогут повернуться и не смогут выскочить да то есть ничего не произойдет ну и соответственно внешний вид уже совсем другой мужики совсем другой в общем не думал я но сделал как то так так а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...